Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На портале Экзегет читаем Исайю, 45-я глава. В первом стихе 45-й главы поминается все тот же персидский царь Кир, кореш, которым заканчивалась предыдущая глава. По сути, здесь этот разрыв на главы искусственный. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Удивительно, здесь языческий долопоклоннический монарх, царь персидский кореш, он назван мащехом, помазанником. Мащехо, его помазанник или свой помазанник. Господь говорит помазаннику своему Киру. Вроде бы он не был помазан на царство, он не из рода Давидова. Почему же он назван здесь помазанником? Потому что он является инструментом Божьим. Он является орудием в руках Всевышнего для исполнения божественных заповедей. Его миссия, миссия этого самого кореша Кира II состоит в том, чтобы облагодетельствовать Божий народ, народ израильский. И он поразит всех царей, об этом мы будем читать дальше, всех их низложит, сделает их неспособными сопротивляться, всех их победит для того, чтобы исполнился божественный замысл о возвращении иудеев в Иерусалим после долгого Вавилонского плена. Это произошло в 538 году, еще раз напомню, по эдикту этого самого кореша, этого самого Кира. «Я держу тебя за правую руку», — это говорит Господь помазаннику своему Киру. Кстати, единственный раз, где в Священном Писании идолопоклонник, идолопоклоннический царь, вот здесь назван помазанником. Хотя на царство помазывали, Илья послал своего ученика помазать в Дамаске на царство очередного правителя этого города Дамаска. Так что такие примеры есть. «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы». Народы, вавилонские народы, другие народы, которые входили в состав новой вавилонской державы. И царь, этот самый Кир, вообще медийцы вместе с персами покорили. И наступил конец вавилонской эпохе, началась новая эпоха персидская. Во всем этом проявлялась божественная сила, божественное действие. И вот в этом, как мы увидим дальше, проявился сокрытый бог. Бог сокрытый, бог Израиля. Его действие не так легко было узнать явно. Но священный писатель Исаия, Слово Божие, говорит нам, что через это проявилось божественное действие, сокрытое действие, которое не было явным, открытым. Таким явным, как, например, исход еврейского народа из египетского рабства был явен пред глазами всех народов. Начиная от Египта, кончая хеттами, например. Они все ужаснулись, увидели великую руку Божью. То здесь не так явно, но также могущественно проявилось божественное действие через свое орудие Господь. И вот через этого самого Кира, которого держит за правую руку, чтобы покорить ему народы, он, Господь, осуществил свою волю. «Чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресл царей». Вот эти покоренные цари, с них сняты поясы. Что значит? Значит, они побеждены. «Сниму поясы, то есть разоружу». Эти цари безоружны перед Киром. «Чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись». Ворота городов открыты перед победителем Кир. «Я пойду пред тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю». То есть всякая крепость будет взята тем самым Киром. «И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев». Вот этого самого Кира, кореша, Господь удостоил чести. Он назван по имени. Господь обращается к нему напрямую, прямая речь Господа, и называет его по имени. И не один раз назван он по имени, этот самый языческий царь Кир. Он орудия в руках Божьих, исполняет волю Божью. За это ему такая честь. «И отдам, да, хранимые сокровища, те сокровища, которые скопил себе Вавилон, вавилонский царь. Вавилон, столица, там было много сокровищ, ну и в других городах немало. Тех, что вавилоняне отобрали, разграбив покоренные ими народы, отобрали у этих самых народов». Вот, что «Я Господь, называющий Тебя по имени Бог Израилев». Для кого это делает? Ради персов делает это Господь? Нет, это Он все делает. Покоряет Киру народы ради своего народа. Ради свободы своего народа, избранного израильского, Господь покоряет Киру другие народы. Об этом и говорится в 4 стихе. «Ради Иакова, раба моего» – Яков, это Израиль, «и Израиля, избранного моего» – параллелизм синонимический. Ради Иакова, Израиля, Господь говорит, «Я назвал Тебя по имени, почтил Тебя, хотя Ты не знал Меня». «Я Господь и нет иного» – ну это чтобы он не превозносился, этот самый кореш. «Я Господь и нет иного, нет Бога, кроме Меня. Я припоясал Тебя, хотя Ты не знал Меня». Господь припоясал Его, вооружил, приготовил к войне, а других царей земли пред Ним, а их чресл снял в воинские поясы. Для чего? Чтобы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме Меня, Я Господь и нет иного. Повторяется, в очередной раз повторяются вот эти слова о единобожии, о единственности Бога, что нет других богов, нет других повелителей, нет других суверенных владык во вселенной. И декларируется абсолютное единобожие. «Я образую свет и творю тьму» – прямая речь Господа продолжается – «делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это». Не Кир и не Александр Македонский, который придет и покорит себе всю Переднюю Азию через пару столетий после Кира, пару с небольшим. Вот он, никто из них, не римский Август император, во время которого родится спаситель мира, никто из них на самом деле не является повелителем этого мира. Это лишь орудия в руках Божьих. Через них Господь осуществляет свою божественную волю и делает, как здесь сказано, все это. Дальше восьмой стих, он очень интересный. «Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это. Не только власть, но и правда в руках Божьих, не только сила, но и правосудие, и спасение для всей земли». Вот здесь «произрастать» глагол, «да произрастает вместе правда». Блаженный Иероним, рассматривая этот стих, комментируя его, вкладывал в него мессианский смысл. Действительно, вот этот же самый глагол, есть однокоренное ему слово существительное, цемах, используемое часто у Исаии, в книге Исаии, в первых главах мы помним отрасль. А в Захарии, после пленного пророка, отрасль цемах становится уже мессианским титулом. Мессия имеет титул цемах, как бы из пня, от корня Давидова, вот, произрастет отрасль. Идея остатка, идея ростка, вот, дальше у Исаии тоже будет росток из сухой земли. Все эти мысли, все эти идеи очень важны для формирования мессианской концепции. В втором разделе Исаии, дальше у Захарии, ну, и впоследствии все эти темы перекочевывают, конечно же, и в Новый Завет. Девятый стих, с девятого стиха по тринадцатый включительно, следующий такой подраздел, основная тема которого – суверенная сила Божия. Господь суверен, у него абсолютная власть и сила. Девятый стих. «Горе тому, кто припирается Создателям своим». Ну, здесь подвергаются критики те, кто противятся воле Божьей. Воле Божьей. Вот Кир не противится, он похваляется. А другие, те, кто противятся воле Божьей, кем бы они ни были, какими бы ни были, какими бы ни казались они себе, сами в своих глазах, они ничтожны и совершенно не представляют никакой угрозы для Божьего народа, потому что он под защитой своего Господа. «Горе же тому, да?» Девятый стих, «кто припирается Создателям своим» – черепок из черепков земных. Вот такое поэтическое выражение, показывающее всю ничтожность того, кто пытается противиться воле Божьей. «Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? Твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук?» Здесь перекличка с первым разделом Исаии. Мы читали с вами в 20... Нет, в 30 главе. В 29 главе, в 16 стихе. «Какое безрассудство? Разве можно считать горшечника как глину?» Вопросительный знак. «Скажет ли изделие о сделавшем его?» «Не он сделал меня, и скажет ли произрастение о художнике своем он не разумеет?» Позднее апостол Павел в послании христианам Рима также будет цитировать эти слова. Римлянам 9 глава, 20 стих. Мы читаем в Новом Завете 9, 20. «А ты, кто человек, что споришь с Богом, изделие скажет ли сделавшему его? Разве ты мне, зачем ты меня так сделал?» Конечно, не скажет. Не может деревяшка сказать столеру, что он чурка. «Горе тому, кто говорит Отцу, зачем ты произвел меня на свет, и Матери, зачем ты родила меня?» Так говорит Господь Святой Израиля и Создатель Его. «Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих?» «Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал я закон». Какие еще могут быть вопросы? Господь повелевает всей вселенной. И по божественным законам, по законам Творца движутся миры, звезды, галактики, зажигаются сверхновые, гаснут, возникают черные дыры, и выходит израильский народ из вавилонского плена. «Я воздвиг его в правде, его кого?» Кира, того же самого кореша. Хоть он здесь и не назван по имени, и с контекстом мы понимаем, что речь идет о нем. «Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих». Ну, по его эдикту будет вновь отстроен город, Иерусалим здесь имеется в виду. «Отпустит пленных моих, израильский народ, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф, Господь воинств». Вот такой замечательный отрывок, замечательный пассаж. С 14 по 19 стихи вновь воспевается божественная сила, его всемогущество, и подчеркивается еще раз универсализм. «Все народы земли от самых близких до самых дальних вместе с Израилем придут в Иерусалим, чтобы поклониться Богу, признать над собой Его власть и служить Ему. Так говорит Господь, труды египтян и торговля эфиоплян и совейцы». Совсем недавно, несколько глав до этого упоминались эти самые эфиопляне, кушиты и совейцы. «Люди рослые к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут и повернутся пред тобою, и будут умолять тебя и говорить, у тебя только Бог, и нет иного Бога». Эта тема часто присутствует у пророков. Все народы будут служить Богу Израиля. И Израиль в эти эскатологические времена, о которых говорят пророки, когда все народы признают над собой иго торы, иго божье, божественное учение, израильский народ будет, как сказано в книге Исход, народом царей и священников, святыней Господней. И через него все народы будут освящаться. Это характерное для пророков учение. И даже в других местах говорится, что народы принесут на своих плечах, рассеянных по свету евреев, вернут их в землю Израиля. «Истинно ты, Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель», — так скажут эти народы, сокровенность Божия проявляется в действиях Кира, вот этого самого персидского монарха, по воле которого израильский народ вновь получил свободу и вернулся и отстроил Иерусалим и храм. Казалось бы, ну, не так очевидны эти действия, но вот пророческим взором видит пророк, что это проявляются действия Божьи, сокрытые от простых человеческих взоров, но очевидные для пророка и для всякого верующего человека. Действия Бога в истории, Он, Господь, творец истории, эти действия, они очевидны, хотя и сокрыты от людей, не просвещенных светом истины. «Все они будут постыжены и посрамлены, вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов». Критика идолопоклонства. Со стыдом признают глупость и ничтожество своих поделок, идолов, которым они вверяли свои судьбы. Эти идолы будут отброшены, они будут посрамлены в своем идолопоклонстве и придут поклониться в Иерусалим Богу. «Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы, теперь обращение к израильтянам, не будете постыжены и посрамлены во веки веков». Во веки веков. «Ибо так говорит Господь, 18 стих, «Сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства, Я Господь и нет иного». Который раз повторяется это, повторяет Творец, Создатель, сотворивший небо, землю, море и все, что в них». Первые стихи Библии говорят об этом. Вот Он единый Господин всего мира, Он Господь и иного нет. 19 стих. «Не тайно я говорил, не в темном месте земли, Не говорил я племени Иакова, Напрасно ищите меня, Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину». Как сказано в книге Второзакония, не надо куда-то заоблачную высь подыматься, не надо спускаться в преисподнюю, чтобы познать истину. Господь открывается Израилю. Божественное откровение на Синая впоследствии через пророков также. Оно явно и очевидно для Израиля. Да, оно сокрыто для других, быть может. Для того же Кира, который не отдает, может быть, отчета своим действиям, для других идолопоклоннических царей и народов действия Бога не всегда явны, они чаще сокрыты. А вот для Израиля все, что происходит с ним и с другими народами, оно совершенно открыто и явно. Господь открывает свою волю своему народу. Дальше с 20 стиха и до конца главы по 25 стих продолжается эта самая полемика с идолопоклонниками и вновь подчеркивается ничтожность и безумие тех, кто идолов фабрикует и перед ними повергается. «Соберитесь и придите, приблизьтесь все уцелевшие из народов». Божественный суд, наказание, но есть те, кто из народов земли уцелели. «Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает». Невежды. Глупость совершают. «Объявите и скажите», необразованный народ, «объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, «Не я ли Господь? и нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Вот противоположность, контраст. Идолопоклонники пойдут, будут захвачены врагами и понесут своих идолов, спасая их. Будут носить на руках свои деревянные изделия, своих истуканов. А с Израилем наоборот. Не Израиль носит своих выдуманных богов, а Господь, Бог, носит на руках Израиля. Бог носит на руках Израиля. А другие народы-долопоклонники, их Бог на руках не носит. Они сами свои божества, свои подделки носят на своих руках. Вот какая разница между истиной и ложью, между невежеством и просвещенностью. «Мною клянусь», — прямая речь Господа, «из уст моих исходит правда, слово неизменное, предо мной преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». Колени людей не будут больше преклоняться нигде, ни перед кем и никогда. В том эсхатологическом царстве Божьем будущем, которое наступит и которое провозглашают пророки, люди будут поклоняться только Господу, «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Ни перед какими святынями, ни перед какими вечными огнями не будут колено люди преклонять, только пред Богом живым и истинным. Придут в Иерусалим, повернутся пред Богом, распластаются пред Ним и будут только Его слушаться и только Его бояться. Их язык, язык каждого человека, всех народов, будет исповедовать единственного Господа и Повелителя своего Бога, истинного Бога Израилева. «Только у Господа будут говорить, а мне правда и сила, к Нему придут и устыдятся все враждовавшие против Него». Идолопоклонство – это вражда против Бога. Это невежество, это безумие, это ничтожество, но это и вражда против Бога. Когда человек невежда и по своему невежеству фабрикует, творит себе каких-то идолов, истуканов, кумиров по своему человеческому образу и подобию, это вражда против Бога, против истины. И себе самому человек вредит и окружающим его людям, заставляя поклоняться людей тому, что Богом не является. «Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилева». Так завершается 45 глава. Вот через эти действия, через промысл Божий, проявленный в Кире, царе Персидском, прославлено было все племя Израилева. И потом в эскатологической перспективе оно тоже будет прославлено, а вместе с ним будет прославлен, прославлен самим Богом весь народ Божий, все народы земли, отвернувшие идолов, исповедовавшие единого истинного Бога, Бога Израилева и присоединившиеся к единому народу Божьему, чтобы вместе с ним прославлять силу и мудрость, и величие, и славу единого истинного Бога. Запись сделана для библейского портала Экзегет.